Здравия всем, реабилитолог Олег Гриценко с вами и сегодня поговорим о воде, а именно о том, какую воду мы пьем, как проверить экспресс-анализ, провести в домашних условиях воды, которую мы употребляем ежедневно и как результаты анализа влияют на наше самочувствие, на наше здоровье. То есть, какую воду надо пить вообще, чтобы было все по феншую. Погнали! Я сделал закупочку, нахожусь за границей, поэтому бренды все будут французские, но идея ролика больше заключается не в том, чтобы проверить ту или иную воду, сделать экспресс-анализ и поговорить по конкретной воде, а показать алгоритм проверки, да, и анализ полученных результатов и просто сказать, какая вода хорошо, какая плохо и чтобы вы понимали, как у вас на кухне или в вашем бутыле проверить воду, которую вы пьете. И погнали! Значит, первая у нас водичка будет сегодня вот такая вот, Курмайе, Курмайе, но я сейчас только во Франции недавно, 4-5 месяцев, поэтому не особо еще и читать умею по-французски. Значит, что мы делаем? Открываем, я просто уже перед этим открыл, сделал дубль 1, у меня не получилось, я начинающий блогер, поэтому ну не все получается сразу, вот, поэтому наливаем водичку, да, я еще чуть-чуть дарю для теста, ну и закрываем. Значит, исходные данные согласно этикетке на этой бутылке 7,7, кислоты-щелочной баланс 7,7, то есть все, что больше 7, это щелочная, слабо-щелочная вода, да, все, что меньше 7, это слабо-кислая или кислая вода. В данном случае мы имеем слабо-щелочную, почти что, ну, хорошо, хорошо такое, слабо-щелочную водичку. В принципе, ну, это как раз тот уровень, на который бы я бы вообще обратил внимание и рекомендовал бы для употребления, ежедневного потребления как основной источник воды. Вот, 7,3, 7,7, окунаем лакмусовую бумажку, то есть не беру цифровой PH-тестер, это простое средство, не надо никаких калибровок, ничего одноразовый, померил, выкинул, приблизительно. Мне не нужны точные данные, у меня здесь никакая не лаборатория для каких-то там серьезных исследований, это экспресс-анализ, чтобы приблизительно понимать, что мы пьем, кислую, щелочную воду и потом просто, видите, да, цвет поменялся от исходного и сопоставляем со шкалой, которая у нас есть на этой упаковке. Поехали. Ну, в данном случае вот меня показывают приблизительно между 7, 7,5, но никак не тянет до 8. На этикетке производителя 7,7. Я понимаю, у них там лаборатория, все серьезно, у них там более точная аппаратура, но, если честно, исходные данные от тех данных, которые указаны на этикетке, могут отличаться. Потому что мы не знаем, что именно анализ этого, этой бутылки делался. Я не думаю, что каждую бутылку на производстве в этой компании замеряют вообще все параметры. Поэтому это берется определенный забор или там раз в день, или раз в неделю, я не знаю, какие требования во Франции. Делается анализ определенной емкости в данный промежуток времени при данной температуре, и получаются такие-то вот характеристики. И потом это, скорее всего, вот эта вода идет уже по бутылям, уже с напечатанной информацией о тех данных, которые были сняты перед заливкой. Значит, PH мы замерили. Жесткость этой воды. Давайте померяем жесткость. То есть, содержание растворенных солей. Значит, TD-ST, тоже копеечное средство. Не знаю, сколько он стоит, там 20 долларов, наверное, где-то около 20 долларов в Украине. Может 15, я не помню, сколько я его покупал. Я думаю, вот такие вот вещи, как PH-тест и TDS-тест необходимо иметь в каждой аптечке вообще домашней. Просто время от времени проверять, какая вода у нас в кране. Погнали! Значит, измеряется жесткость воды в миллилитрах на литр. Смотрите. Замеряем. И что у нас получилось? 1411. Да? 1411 ппм. То есть, миллилитров на литр растворенных солей. Значит, по нормам, по нормам вода, значит, эта вода, я вам скажу сразу, это уже минеральная вода. Хоть они на всех пишут минеральная, но минеральная вода, минеральная рознь. Минеральную воду, вот, кстати, вот с таким количеством растворенных солей, в принципе, для ежедневного употребления надо задуматься. Потому что вы знаете, да, пускай даже это... Во-первых, надо посмотреть, каких солей конкретно, ну, вообще много. Потому что общая их сумма большая. Для питьевой воды, для ежедневного употребления это большая. Потому что, значит, мягкая вода, мягкая вода, она до 150 миллилитров на литр. Средняя мягкость, да, или средняя жесткость воды, это уже там до 250, да, ну, там 250. Уже более жесткая вода, это до 500 миллилитров на литр, да, показатель. Но если уже больше 500, то по некоторым источникам это или может быть техническая вода, или это может быть минеральная вода. Но чтобы понять уже точно, да, вот вы сделали дома тест, и вы получили вот приблизительно такие данные. Я бы на вашем месте взял бы образец вашей воды, тем более, если это из крана вода, и вы ее употребляете постоянно, то есть ежедневно в больших количествах, то я бы взял бы обязательно пробник и отнес бы ее на саморезенную станцию для анализа, расширенного анализа. Он там тоже недорого стоит в Украине. И посмотреть, чего же там так много, да, каких солей нам много. Вот. Потому что, вы знаете, да, много солей в воде, много воды в организме, эти соли могут выводиться, могут не выводиться, в зависимости от того, как активно вы ведете образ жизни, какой уровень активности вашей, да, физической. Соответственно, чем больше, чем меньше ваша физическая активность, а больше вместо солей и много употребляете такой воды, соответственно, солей будет откладываться больше, потом всякие остеохондрозы и всевозможные артриты и так далее, и так далее. То есть, внимание, обратите внимание, если у вас такие показатели, больше 500 мл на литр, все-таки, необходимо пойти и сделать дополнительный анализ, что за... Следующая вода. Танон. Танон. Это тоже такая одна из, кстати, недорогих, одна из самых недорогих, наверное, вот. Это уже немного была подороже. Вот. Какой-то Танон. Танон. Ну, берем тоже. То же самое. Наливаем, проверяем. Исходные данные лабораторные этого производителя 7,4PH. Сейчас мы проверим. То есть, мы замеряем, вот мы окунули, да, в водичку. Окунули в водичку и смотрим. Ну, уже, в принципе, поменяло цвет. Значит, ну, я бы сказал бы, в принципе, совпадает. 7, почти переходящие в 7,5. И сейчас посмотрим в мист, в мист содержание растворенных солей, жесткость этой воды. Окунаем наш тестер и смотрим. Так, отсвечивает. 200. Нет, не 200, это 500, скорее всего. Да, 544. То есть, уже на порядок, да, в три раза меньше солей, да, минеральных солей в этой воде. Как я говорил, до 500, это считается в Украине по нормам, в принципе, нормальная, но жесткая вода, которая соответствует требованиям санэпидемиологической службы. Вот, но тут на грани, и она пишется тоже минеральная. Ну, тут есть уже показатель, то есть, чего. Можно, если, в принципе, при желании, можно разобраться и понять, то есть, ну, пить ли ее много или пить ее в ограниченном количестве. А пить ее, может быть, для профилактики тех или иных заболеваний, а для ежедневного потребления найти какой-нибудь другой производитель. Следующее. Монт-бланк. Как сыр, монт-бланк. Так, тут водичка такая есть, монт-бланк. Это я вроде бы правильно просчитал. Наливаем, видите, как он полностью, вообще полностью залитая бутылка, да, до горлышка вообще. Щедрый производитель. Вот, молодцы. Делаем тест, PH-тест. Оторвали новый. И подождем немножко. То есть, водичкой, вы знаете, да, необходимо пить, ну, для нормального, для нормальной житедеятельности, ученые посчитали, 30 грамм на килограмм веса. Это, опять же, среднестатистический, для среднестатистического жителя планеты нашей. Вот, такие показатели. Если вы хотите почистить лимфатическую систему, то необходимо пить 50 грамм на литр. А для чего чистить лимфатическую систему, это будет отдельный ролик вообще по лимфатической системе, по другим системам, о которых не особо говорят в медицинских училищах, в медицинских университетах. Да, мы поговорим отдельно. Это очень интересная тема. Я хотел бы ее очень отдельно выделить. Показания. Ну, 7. 7. Не тянет на 7,5. Исходные показатели. 7,6. В принципе, и тот показатель, и этот показатель допустимы, с моей точки зрения, и, в принципе, с общепринятой точки зрения, вообще, PH уровня воды, которую мы употребляем. Давайте посмотрим жесткость этой воды. Внимание. 222. То есть, эта вода уже слабо минерализованная. И эта водичка почти идеальна для того, чтобы употреблять ее, если бы еще чуть-чуть подтянуть PH уровень воды, это была бы одна из самых неплохих вод для ежедневного употребления в том количестве, которое я только что говорил. О, 30 грамм на килограмм веса. Mont Blanc. Вот, если кто во Франции, обратите внимание на этот бренд, это пока один из тех, которые, на мой взгляд, лучше всех показателей. Итак, народ, подведем итог данного ролика. На примере трех французских брендов минеральной воды мы с вами научились делать экспресс-анализ воды, которую мы пьем, по двум очень важным химическим показателям. Это кислото-щелочной баланс и жесткость воды или количество растворенных солей. Значит, я думаю, многие из вас научились это делать в домашних условиях и каждый из вас проверит свой источник воды относительно норм и рекомендаций. Значит, я бы рекомендовал найти такой источник ежедневной столовой воды, который бы соответствовал показателям кислото-щелочного баланса PH в пределах 7,3-7,7. И жесткость воды приблизительно до 200 мл на литр. Опять же, это все индивидуально, но для среднестатистического человека, а относительно здорового, для поддержания здоровья эти показатели будут оптимальными. Почему я рекомендую именно данные показатели? Я запишу отдельный ролик по поводу кислото-щелочного баланса и влияния изменения кислото-щелочного баланса на наше здоровье. Если вам понравилось видео, пожалуйста, лайкайте, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Мне очень интересно будет почитать свои мнения. И будьте здоровы! 36,6 вам и 120 на 70.